Дамы, всем добрый день. Я Лада Христиенко, мастер лоскутных одеял, создатель и продюсер Академии лоскутного шитья. Сегодня у нас четверг, 206 лоскутный эфир. И сегодня мы начинаем новый сезон обучающего практикуму, который будет называться Лоскутное одеяло из панелей с каймой из планок техники ленточной сборки. Лоскутное одеяло из панелей с каймой из планок техники ленточной сборки. Я думаю, что серий в этом сериале будет 4-5, а может быть даже 6. И в ходе этого вы сможете собрать лоскутное одеяло с панелью, которая вот у меня сейчас за спиной. Очень интересная оригинальная техника. Конечно, большое спасибо за то, что вы смотрите в нашем эфире. Не теряйте времени, прямо сейчас жмите кнопочку, подписывайтесь на наш канал. Ну и, конечно же, приходите в Академию лоскутного шитья, где вы научитесь шить красиво, правильно, аккуратно, легко и с удовольствием. Не надо раздумывать, идти или не идти. Идти, потому что, как сказал Черчилль, лучше сделайте пожалеть, чем не сделайте пожалеть. Ну, а сейчас, у нас не так много времени, прямо сейчас смотрите первую серию нашего нового сезона «Лоскутное одеяло из панелей в технике ленточной сборки». Добрый день. Я Ирина Муханова, креативный директор и преподаватель Академии лоскутного шитья. И сегодня мы с вами поговорим об еще одном очень интересном применении наших тканей в лоскутном творчестве. А именно, мы возвращаемся с вами к использованию готовых узоров типа панели в наших серьезных лоскутных разработках. Вы, конечно, уже сталкивались с этими прекрасными тканями и пытались их гармонично вписать в ваше творчество. Сегодня я подскажу еще один путь. Очень эффектно уменьшить количество собственного труда и украсить свою вещь буквально художественной картиной. Ну, конечно, большинство из вас используют панели в качестве панно. То есть, как просто картинки и доставляют, соответственно, до нужного размера эту панель дополнительными тканями. Например, просто тканью в виде каймы. То есть, такую текстильную раму. Для панно этого обычно достаточно, потому что там большие размеры редко кто делает. То есть, прибавляют к типовым размерам наших панелей, которые обычно 90 на 110 или 60 на 110, буквально 15-20 сантиметров по стороне, соответственно, дополнительной красивой рамочной ткани. И на этом успокаиваются. Мы же с вами попробуем сегодня вписать это прекрасное полотно в состав лоскутного одеяла. Итак, смотрите, пожалуйста, на один из примеров. Хотя я повторяю, что мы уже немножко с вами говорили в процессе наших встреч на лоскутных эфирах. В частности, в эфире 153 мы немножко разбирали вопросы, как перевести наши панели, которые попадают нам в руки, в состав лоскутных изделий. И там был пример, прежде всего, наращивания уже не куском просто ткани дополнительным, а наращиванием лоскутным набором под названием «Вокруг свет». Часть этого узорчика, вот можно посмотреть, вот там над панелью, вот этот узор вокруг света, видите, какой он дает интересный рисунок, но из достаточно мелких лоскутных деталей. Этот же прием использования, соответственно, набора «Вокруг света» я часто использую при создании одеял, даже из небольших особенно панелей. То есть вот здесь панель 60 на 110, а одеялка-то огромная, 220 на 240. То есть вы видите, что в результате мы делали набор «Вокруг света» по, так сказать, по границам панели, и плюс еще наращивали, соответственно, ширину одеяла отдельными планками каймы. Вот такие сложные наборы лоскутные. Очень важно научиться гармонизировать, собственно, с тем прекрасным куском материала, который, собственно, и называется у нас панель. Когда вы приступаете к работе с панелью на крупном изделии, вы должны заранее запланировать все художественные эффекты, которые вы должны получить в готовом изделии. Ну, во-первых, очень важно правильно поставить панель по одеялу. Здесь, на мой взгляд, возможны как минимум два, соответственно, вида постановки по одеялу этой панели. Ну, обратите внимание, что вот здесь вариант не самый частый. Обычно все-таки, соответственно, у нас вертикально поставленный по ширине ткани рисунок. Здесь у нас горизонтально повторяющиеся панели. И поэтому именно для этого варианта композиции панели я нарисовала два способа их использования в вашем одеяле. И зависят они прежде всего от того, как у вас или не у вас, у того товарища, которому вы будете дарить это одеяло, поставлена кровать. Значит, вариант первый, когда у нас кровать стоит у стены, то есть к ней прижаты. Ясно, что в таком случае вы будете смотреть на одеяло, или вы, или там другие, кто будет смотреть, со стороны вот так вот сбоку кровати. В этом случае очень выгодно, естественно, чтобы у вас рисунок, то есть домики, деревья и все остальное читалось именно при взгляде сбоку. И вариант второй. Когда у вас отдельная спальня, и у вас кровать стоит как бы посередине некоторого пространства, посередине комнаты. В таком случае стрелочка показывает, откуда все будут смотреть на ваше покрывало. И теперь понятно, что постановка уже панели будет немножко другая. То есть поперек кровати, так, чтобы рисунок был виден именно вот в таком ракурсе вашего покрывала. А дальше, соответственно, после того, как вы решили, какая постановка по одеялу вам более выгодна для вашего проекта, начинается подборка композиции остального пространства одеяла. Ну, я вам уже рассказала, что в основном народ, я вот честно говорю, я вот встречала, соответственно, разные способы включения панели в большие изделия в интернете и, так сказать, в книгах и так далее и тому подобное. Я могу сказать, что в большинстве случаев способ дополнительного расширения, а это именно так, вашей панели до большого размера должен быть максимально простой. Конечно, вы, товарищи, опытные, вы можете нашить там роскошные звезды или, грубо говоря, сделать какую-то аппликацию или мозаику в виде лошадок и так далее и тому подобное. Но вы поймите правильно, ни одна лоскутная работа не сможет по своему впечатлению, по своему, так сказать, внешнему виду соперничать с настоящей живописной работой. То есть это настолько разные способы воздействия, скажем так, на людей с точки зрения художественной, что какие бы сложности вы ни делали на остальном пространстве вашего одеяла, все равно все будут смотреть только на эту панель. Поэтому, на мой взгляд, не нужно там каких-то сложных мозаик, сложных аппликативных построений. За вас все сделал художник, который нарисовал эту прекрасную панель. Наша задача, наоборот, не испортить, то есть не создать впечатление дальше общей пестроты и хаоса на остальном пространстве одеяла. Поэтому, на мой взгляд, чем проще будут те лоскутные детали, которые вы используете для того, чтобы нарастить панель, тем лучше это будет смотреться. Еще раз повторю. Стандартный прием. Просто начинаете обшивать крупными кусками какой-то дополнительной, так сказать, подходящей ткани, либо делаете набор вокруг света, тоже достаточно простой из квадратиков. Но сегодня я вам покажу еще один интересный прием, когда мы наращиваем, будем наращивать полотно нашего одеяла лоскутными планками, которые, на самом деле, очень легко собираются так называемой техникой ленточной сборки. Сразу говорю, вы уже столкнулись с тем, что основная наша задача – это быстро и качественно выполнить какое-то изделие, особенно если оно идет на подарок. Обычно, как бы, вспоминаешь о том, что надо делать подарок не так заранее, как хотелось бы. То есть времени всегда недостаток, и поэтому простейшие, быстро выполняемые, ускоренные техники лоскутного шитья, естественно, будут гораздо выгоднее, чем какие-то сложные построения. И вот этот ленточный набор из лоскутных планок, он будет, на мой взгляд, очень интересным и оптимальным для быстрого создания хорошего результата. Конечно, в любом случае у нас остальные лоскутные детали должны быть по цвету подчинены нашей вот этой вот главной, главной составляющей лоскутного одеяла, именно панели. Ну, во-первых, начнем с самой панели. Здесь, обратите внимание, кроме прекрасной картины текстильной, у нас еще напечатан ряд вот таких мелких лоскутных одеял, я бы так сказала, вот эти вот детальки. Конечно, включать их в одеяло, может быть, и можно, но мне кажется, что они будут слишком мельчить картинку. Поэтому перед началом, соответственно, работы над этим одеялом, я срежу вот эти вот небольшие детальки. Они нам композиционно немножко будут мешать. Вот сейчас я уберу их временно. Смотрите, насколько более цельно, насколько более эффектно смотрится панель. То есть, на самом деле, вот эти дополнительные детальки, они немножко разрушают этот образ. И мы их будем использовать, но потом посмотрим, как. Я вам покажу разные способы их утилизации. То есть, никогда ничего, особенно такое красивое, у нас пропадать не должно. Но, как только мы обращаем внимание на вот эту вот красивую картинку, мы сразу понимаем, что набор дополнительных тканей у нас уже по цвету определен. То есть, это вот эта золотая осень. Конечно, для того, чтобы гармонично подбирать лоскутные кусочки в тему серьезной художественной работы, еще раз повторяю, художественная работа, это не просто, так сказать, какая-то такая вот сумбурный набор красок. Это серьезно художникам абсолютно грамотно построенная картина. Отсюда и мы должны с вами не испортить эту картину своим дополнительным набором и подойти к выбору тканей тоже с точки зрения высокого искусства. Конечно, поскольку это золотая осень, самый интересный способ работы по добору компаньонов к этой панели, это использование одного из способов работы с цветом, а именно теории времен года, с которой те, кто желает, может познакомиться у нас в курсе цветоведения. Но это очень, я бы так сказала, серьезная и сложная тема, которую нужно, так сказать, проходить с полным пониманием более простых цветовых сочетаний. Поэтому вот сегодня я просто покажу, как подобрать, соответственно, компаньонов, ну, без такого вот прямо вот художественного образования, я бы так сказала. Хотя, еще раз повторяю, лишние знания лишними никогда не бывают, и здесь бы они проявились как бы в полной мере. Как только вы начинаете ставить себе задачу, определенную по цвету, то есть вот это главное, а все остальные компаньоны должны подчеркнуть красоту именно этой панели, так сразу начинаешь понимать, что, во-первых, все остальные компаньоны должны быть гораздо проще по рисунку, потому что рисунок должен читаться здесь, а все остальное как бы дополнительная рама. Поэтому не берите слишком крупноузорные, контрастные внутри лоскуты, они будут спорить в изделии, в вашем одеяле, спорить за, так сказать, за внимание с вот этой панели. И не факт, что станет главным. Поэтому мы берем максимально гладко окрашенные или с мелким цветочным рисунком какие-то лоскуточки, которые по цвету соответствуют тому, что здесь уже есть. То есть не надо здесь вот устраивать какую-то мешанину из того, что у вас вообще есть под руками. Нам достаточно присмотреться хорошо к картине, и вы увидите все те цвета, которые там есть. Ну, во-первых, сейчас я вам покажу этот набор. У нас с вами в, так сказать, в работе над одеялом могут участвовать, как вы понимаете, ни одна, ни две, ни три, а большое количество материалов. Ну, я немножко вас сориентирую по, так сказать, тоннель 90, ну, хотя мы вот это срежем будет 72 сантиметра и 110 по ширине, то вам потребуется не меньше, чем 7 кусков ткани по 60 сантиметров каждый. Еще раз повторяю, 7 тканей по 60 сантиметров. Это только компаньоны к панели, вот крупные, которые 90 на 110 или немножко меньше. Если у вас панель меньшего размера, второй стандартный размер 60 на 110, тогда вам потребуется уже не 7, а 8 тканей тоже по 60 сантиметров. В результате, после сборки, вы получите полотно лицевое не меньше, чем 180 на 210. То есть, как бы, стандартное одеяло или покрывало, которое хорошо ложится на обычную полутора и даже двухспальную кровать. То есть, обращаю ваше внимание на количество используемой, соответственно, ткани. По поводу рисунков я вам сказала, что надо всячески избегать крупноузорных тканей. А теперь по поводу цвета. Во-первых, обратите внимание, что светлотная растяжка здесь достаточно широкая. Очень светлые участки и предельно темные участки. То есть, мы можем, так сказать, поддерживать эту панель тканями разной светлотности. И те, кто занимался со мной, например, на курсе «Удивительные приключения лоскутных квадратов», те знают, что на самом деле светлотность, разница по светлоте иногда даже важнее, чем ваши тональные, то есть, вот цветовые языки, языки типа там красный, зелёный, то всё пятое и десятое. Главное, чтобы рисунок читался очень часто в мозаике, это правильно расставить всё по светлоте. И, соответственно, вы имеете возможность, исходя из этой панели, взять и светлые, и достаточно тёмные ткани. То есть, такая широкая у нас палитра. Если у вас панель вся гораздо светлее, я просто говорю, тогда в раме не используйте слишком тёмные ткани. То есть, исходите в наборе по светлоте из самой, соответственно, панели. Если у вас панель тёмная, такая почти чёрная, то тогда слишком светлые ткани в кайме будут тоже мешать восприятию вашей панели. То есть, обязательно следите за светлотностью по самой картинке. Панель также определяет степень яркости вашей работы. Здесь золото, здесь вот такой оранжевый открытый, там открытый и синий. То есть, картинка достаточно яркая. Поэтому вы можете использовать достаточно яркие ткани. А какие-то сероватые, такие вот нежные, такие вот всякие, ну, я не знаю, типа старые розы, вы видите, здесь вообще нету. И включать их в состав каймы смысла нет. Ну, и теперь показываю пример. Итак, вот сейчас я на стол. Сейчас всё уберём и будем смотреть. Ну, во-первых, я взяла, поскольку у нас, соответственно, именно жёлтый и даже жёлто-оранжевый очень хорошо представлен в панели, я взяла самый светлый, видите, такой зеленоватый и жёлто-оранжевый. Тот же солнечный жёлтый у меня вторым лоскутом идёт. Обязательно, опять же, хочу поддержать вот такой болотный немножко оттенок, то есть жёлто-зелёный. Ох, как жёлтый-то не видно. А тут на самом деле вот практически жёлто-зелёный. А на компьютере, сейчас я немножко изменю. О, лучше видно. Видите, он действительно жёлто-зелёный. Что я ещё возьму? Обязательно возьму вот этот яркий-оранжевый. Потому что он также хорошо присутствует и поддерживает, я бы так сказала, образ золотой осени. Красный. Багрец и золото. Без него обойтись не удаётся. Но обращаю ваше внимание, опять же, не яркий красный, вот такой вот открытый лобовой, а именно цвет кленовой листвы, я бы так сказала. Да, вот бывает такой клён. Яркий-яркий, вроде бы красный, но он всё равно немножко такой коричневатый. Взяла также болото, потому что, опять же, обращаю ваше внимание, видите, сколько тут вот этих вот каких-то странных болотных оттенков. Поэтому болотное обязательно взяла. И взяла вот эту вот яркую ткань. Я специально её взяла. Вы увидите, как она будет взаимодействовать с другими лоскутами и с панелькой. То есть, обращаю ваше внимание, что я вам в начале как бы подбора не советовала такие ткани взять, брать. Но я всё-таки возьму, чтобы показать, что может быть, так сказать, что может получиться, если мы берём вот такие ткани. Итак, вот наша прекрасная палитра. И мы с вами на следующем занятии будем её, соответственно, раскраивать. И приступим к сборке нашего одеяла. Сразу скажу, что процесс сборки у нас займёт несколько занятий. 4-5, как пойдёт. И сразу, так сказать, могу вас познакомить с тем, что мы, как всегда, нашим учащимся помогаем. И у нас в магазине есть, соответственно, наборы уже не только с панелями. Мы панели уже давно вам предлагаем. А теперь панель плюс вот такой набор тканей на полное лицевое полотно. Причём по всем четырём временам года. И весна, и осень, и зима, и лето. Кому что нравится. Потому что на самом деле, вот я очень вам всегда советую. Шейте то, что вам вот ложится на душу. Не делайте какие-то вот работы, которые вот, ну, не хочется шить. Выбирайте по душе. И тогда работа будет приносить только удовольствие и радость. И не только вам, но и всем, кто вас окружает. Удачи вам в наборе лоскутном к вашим панелям. И настраивайтесь на серьёзную работу ещё на несколько наших лоскутных эфиров.